последнее время многие часто говорят про чат gpt если вы еще не знаете что это такое я объясняю это искусственный интеллект который работает в виде диалога то есть вы ведете с ним диалог вам выдают какую-то информацию даже можно попросить написать его какую-нибудь поэзию музыку написать какие-то программы в общем ходят слухи что он даже может написать вообще любое приложение и вообще тогда зачем нужны программисты если все это будет делать за нас искусственный интеллект и конечно у многих это отбивает мотивацию становиться android разработчиками у меня канал про android разработку поэтому я буду говорить про android разработчиков хотя это относится ко всем программист поэтому многие переживают зачем вообще учиться если теперь можно создать все вообще любое приложение с помощью этого чата gpt вот давайте сегодня посмотрим поговорим про это и увидим так ли это сможет ли чат gpt заменить нас или не сможет заменить нас ну и для тех кто не знает что такое и не видел как он работает я сегодня покажу как он вообще работает и что это такое давайте сразу перейдем к этому чату в общем вот так выглядит данный чат gpt если вы его еще раньше не видели итак для того чтобы найти его вы можете зайти по адресу чат . open ai . ком зарегистрироваться и вы получите доступ к этому чату у него вот такой простенький интерфейс мы просто вписываем то что хотим от него и он нам отвечает сейчас вы все это увидите здесь вот есть разные описания к примеру какие у него ограничения какие у него достоинства например из достоинства что он может запоминать разговор с вами то о чем вы с ним общаетесь и после на основе этого выдавать какие-то ответы а дальше что он позволяет вносить коррекции к примеру если вы программист он выдал какой-то некорректный код вы можете попросить его исправить объяснить ему и он может выдать поправки то есть уже исправленный код это все конечно же круто но из недостатков как вы видите вот здесь вот написано что он может иногда генерировать некорректную информацию случае с программированием это очень критично поэтому вам в любом случае нужно разбираться в программировании даже если вы работаете с этим чатом gpt поэтому на мой взгляд забегая вперед я вам что могу сказать что чат gpt является классным помощником программисту но никак не его замены потому что он сам ничего написать вам не сможет конечно сможет написать но отдельные блоки то вам придется его поправлять постоянно чтобы добиться идеального результата без вас он этого сделать не сможет это не искусственный интеллект как например sky net в терминаторе который пришел к самоосознанию и начинает самообучаться то есть может человек для этого не нужен берет все те знания которые у него есть с интернета или еще откуда-то и начинает процесс обучения методом проб и ошибок с большой скоростью приходит каким-то заключением и начинает все это изучать тогда он конечно же опережает человека по развитию и вот тогда мы говорим уже об искусственном интеллекте который способен заменить человека но если такое и случится то скорее всего будет развитие событий как фильме терминатор то есть нам нужно будет переживать не за то что этот искусственный интеллект нас заменит а за то где найти ближайший бункер забиться туда поглубже и не вылазить пока он нас не нашел потому что скорее всего у такого искусственного интеллекта у супермозга будут совсем другие планы они создавать для разных компаний чтобы они нажились на его приложениях то есть создавать какие-то там программы приложения конечно же он скорее всего будет заниматься совсем другими вещами поэтому переживать за это вообще не стоит а такие вот искусственный интеллект и это просто имитация искусственного интеллекта это мощные инструменты конечно же них есть огромное количество достоинств но это никак не замена человеку вообще даже близко поэтому за это переживать вообще не стоит так ну давайте чтобы я просто тут не рассказывал давайте посмотрим как все это работает к примеру ходят слухи о том что данный чат gpt может создать вообще любое приложение я говорю про android значит будем говорить об android приложениях давайте посмотрим так ли это к примеру я попрошу его создать приложение instagram ну и посмотрим как он не его создаст лучше всего писать на английском он так лучше понимает и больше информации выдает как видите я его прошу создать приложение для android как instagram то есть can you create and android app like instagram все мы просто пишем то что мы хотим уровень понимания у него конечно высокий то есть я даже если напишу с ошибками все равно он понимает это круто запускаем и все и он начинает отвечать вот так вот работает данный чат в виде диалога я веду с ним диалог я его что-то прошу сделать либо объяснить и он начинает объяснять либо писать код в данном случае конечно же его попросил создать целое приложение и он этого сделать не сможет как вы видите он дает инструкции объяснять что он конечно же является искусственным интеллектом и он не может создать такое приложение но может помочь и дать советы и вот как мы видим здесь есть вот такие вот совет но здесь разные советы с чего нужно начать то есть мне нужно иметь идею как я хочу чтобы выглядело мое приложение дальше выбрать платформу мы можем использовать android studio шамарин react native и так далее в общем объясняет что я могу использовать разные элементы дальше объясняет что нужно создать юсерский интерфейс и так далее в общем просто дает советы и после что нужно выложить приложение google playstore и так далее и вот здесь объясняет что создание приложения как instagram это сложный процесс и для этого нужна команда разработчиков я думаю вот здесь как раз таки и содержится ответ сможет ли чат gpt заменить разработчиков или нет как он сможет заменить разработчиков если я попросил создать приложение а он не говорит что это сложная задача и мне понадобится группа разработчиков у которых есть опыт в android разработки поэтому как вы понимаете все это конечно же мифы о том что чат gpt может создать любое приложение просто в разных видеороликах на ютубе показывают как создают простенькие приложения это конечно же удивляет но для этого все это и создано чтобы набить много просмотров это все круто если вы разбираетесь в этом поэтому вы можете дать ему разные инструкции он вам дает разные классы и так далее если это простое приложение то кажется как будто бы он все сам создает но когда мы говорим о реальных приложениях о приложениях средней сложности либо вообще очень сложных приложениях которые вы в принципе будет создавать как android разработчик то как вы понимаете он ничего здесь сделать не может но зато может помочь создание этих приложений поэтому помощником конечно он может являться и отличным помощником вы можете попросить его создать ту или иную часть если у вас что-то не работает попросить разобраться с этим если он не найдет ошибку то вам придется искать эту ошибку самим если вы не разбираетесь в данной области то вы ошибку найти конечно же не сможете поэтому в любом случае если вы хотите стать android разработчиком переживать за то что вас заменит чат g5 либо какой-то другой искусственный интеллект не стоит и в любом случае вам придется изучать android разработку если вы хотите заниматься данной сферой вот к примеру вы можете сказать что ну наверное инстаграм это слишком сложное давайте сделаем что-то попроще но давайте попробуем создать видео редактор я попрошу создать его видео редактор это проще чем инстаграм can you create a video редактор up for android я его попросил давайте посмотрим что он ответит но опять начинает отвечать то же самое что он является искусственным интеллектом что он не может создать это приложение и начинает давать мне советы что мне нужно для того чтобы создать такое приложение как вы видите в принципе все повторяется то есть мне нужно выбрать платформу с помощью которой хочу создавать android studio шамарин react native дальше определить свои цели что я хочу чтобы в этом приложении было и так далее бла-бла-бла ну и дальше опять тоже самое create a video editor up for android can be a complex process that requires a team of developers то есть это сложная задача для которой нужна группа разработчиков с опытом разработки android приложений вот и все вот здесь опять же ответ на вопрос заменит ли чат gpt и какой-то другой искусственный интеллект разработчиков или нет но не стоит его недооценивать и вам просто показал простой пример когда мы хотим создать уже готово приложение то есть чтобы развеять этот миф о том что чат gpt без разработчика может создать вообще любое приложение тогда зачем нужны разработчики как вы видите он не может создать приложение ну и это и так понятно потому что он знает практически всю документацию про android разработку но так как он не является реальным искусственным интеллектом он не может сам прийти каким-то заключением на основе этой документации поэтому выдает то что вы его просите если вы неправильно спросили выдаст неправильно так что для того чтобы создать что-то стоящее используя чат gpt вам нужно понимать что вы создаете и чем сложнее то приложение которого хотите создать тем большими знаниями должны вы сами обладать чат gpt может стать для вас отличным помощником я уже сказал не стоит его недооценивать на следующем видео я вам покажу создание какого-нибудь приложения используя этот чат gpt и тогда вы все поймете вы увидите что нужно давать ему правильные инструкции что он иногда выдает неверное решение для того чтобы прийти к верному решению нужно постоянно ему объяснять и нужно понимать что вообще мы делаем для создания простого приложения конечно же все намного проще даже без определенных знаний вы сможете этого добиться а а вот создавая более сложные приложения то конечно уже возникают проблемы ну и говорите о том чтобы в производстве использовать чат gpt для того чтобы заменить программистов это вообще можно даже забыть а вы в комментариях пишите свое мнение что вы думаете об этом а на сегодня у меня все увидимся уже на следующем видео всем пока а а